Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. И наш сегодняшний разговор об одной из самых плодотворных научных групп Казанского университета, лаборатории синтетических физиологических активных веществ, которая является рекордсменом или одним из рекордсменов по количеству защищенных патентов. Лаборатория представляет наш прославленный институт химии имени Бутлера, кафедру высокомолекулярных и элемент органических соединений. Итак, у нас сегодня в гостях представители лаборатории синтетических физиологических активных веществ, доктор химических наук, профессор Казанского федерального университета Галкина Ирина Васильевна, кандидат наук, старший преподаватель кафедры высокомолекулярных элементов органических соединений и представитель этой же лаборатории Роман Семенович Романов Семен Романович, и ассистент той же кафедры Колпакова Елена Владимировна. Добрый день, гости! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! И у меня вот первый вопрос какой. Название кафедры, наверное, мало что скажет вообще нашим зрителям. Вот химики и вообще научная среда, у них свой язык, который прямо скажешь, и не всегда люди поймут. И поэтому мой первый вопрос такой. Что такое физиологически активные вещества? Почему их надо синтезировать? И области их применения? Ирина Васильевна, начните. Так, ну физиологически активные вещества – это понятие очень широкое. Конечно же, мы всеми физиологически активными веществами заниматься не можем. Давайте сузим нашу тему разговора. Это синтез лекарственных препаратов, антисептиков для сельскохозяйственных и домашних животных. Хорошо. Вот я не случайно начал нашу тему с рекордов, да, рекордсмены по количеству патентов. У вас, Ирина Васильевна, если не ошибаюсь, там более 40 этих патентов, ну это действительно много. Для одной лаборатории, плюс ребята ваши работают. Если я буду называть их вашими питомцами, птенцами, это же будет корректно? Не обидится? Вот. И такой у меня вопрос. Чтобы, то есть, вы плодотворны. У любой плодотворной деятельности есть почва. Эта почва в виде каких-то принципов, в виде какой-то атмосферы, которая стоит научной, этической. И я вот хочу услышать, что за атмосфера царит, на каких принципах строится ваше взаимоотношение внутри коллектива с внешним миром, в научной работе, что вы выдаёте много интересного и полезного продукта, который оформлен в виде патентов ваших кандидатских, ваших регалий, достижений. Попробуем мы о тему поговорить? Попробуем. Кто-нибудь из молодёжи хочет что-то рассказать? Может, у них там же другие взгляды. Потом я, наверное, завершу. Да, я могу начать, в принципе. Давайте, давайте, Роман. Это очень... Семён, да? Ух, Семён, правильно. Романом зато правильно. Да, это очень интересная тема, тоже обширная. На самом деле, любая деятельность, да, она может даже не с хими связана, очень важно, чтобы в любой деятельности был именно сплочённый коллектив и были именно тёплые и приятные доверительные отношения в этом коллективе. Я считаю, что, так скажем, на успех наш, да, на нашу научную деятельность, конечно же, влияет то, как мы общаемся, да, друг с другом, то, как мы вместе подходим к решению задач. Даже вот на своём личном опыте бывает так, что, там, день не задался, что-то случилось, да, не очень хорошее настроение. Всегда можно прийти к Ирине Васильевне, да, у неё 711 лаборатория, на этаж выше, чем я, она всегда даст какой-то заряд мотивации, ласковым словом тебя наградит, какую-то проблему поставит, цель новую, научную цель поставит. И всё это способствует тому, что у человека сразу появляется мотивация, сразу хочется работать, улучшается настроение. То есть это может быть даже в неформальной обстановке. Мы можем за чашкой чая даже это обсудить, и какой-то идее, какой-то новой мысли прийти. Поэтому я считаю, что вот плодоторованная почва, она напрямую коррелирует с микроклиматом, который царит в коллективе, и вот в этих межличностных отношениях в первую очередь. Лена, что вас ведёт в лабораторию эту? Ну, на самом деле невозможно не заразиться энтузиазмом, который есть. То есть я довольно недавно в этой лаборатории, но не заразиться энтузиазмом, энергией, которая исходит от Ирины Васильевны, вообще от команды. Ну, это просто невозможно. То есть это, придя в эту лабораторию, и не вдохновиться идеями, это просто, в принципе, невозможно. Ирина Силеновна, вот что нельзя в вашей лаборатории? У нас всё можно. Нельзя только заниматься синтезом запрещённых препаратов. Ругаться нельзя. Всё должно быть на дружественной ноте. Мне, конечно, интересно и важно, что думает молодёжь об эгрегоре нашей лаборатории, то есть совместный такой ум. Но я, конечно, вспоминаю своих учителей, все это не на пустом месте. Это мой руководитель необыкновенный Аркадий Николаевич Пудовик, член-корреспондент Российской Академии НАИО, и непосредственно Михаил Григорьевич. Я хочу сказать, что у него было намного больше патентов, чем у меня. Это был выдающий человек, и я продолжаю, так сказать, дело своего учителя тоже. И, конечно, надеюсь, что ученики и ребята, которые со мной работают, тоже с энтузиазмом это воспримет. И мне, конечно, приятно, что они так говорят, что чем-то я там заражаю. Это здорово. Но в своё время я получила такой же импульс, такой же заряд, видите, на всю жизнь и хватило от своих учителей. Вот у вас, наверное, ещё не так много патентов, как у Ирины Васильевны. Я хочу, Семён, попросить тебя рассказать о твоём первом патенте или самом интересном патенте в рамках этой лаборатории. Что это такое было и как ты к этому пришёл? Да, ну, первый, он же и самый интересный на сегодняшний день – это патент, связанный с разработкой зоошампуня. Как-то раз мы с Ириной Васильевной думали, какую тематику выбрать, на чём сфокусировать наше внимание, чем заняться. И вот пришли к выводу, что крайне актуальна проблема клещей. Это когда многие собачники, у кого есть домашние питомцы, меня поймут. Когда приходит весна, огромное количество клещей появляется на улице, и они кусают домашних животных. Домашние животные страдают, клещи – переносчики огромного количества инфекционных заболеваний. У меня у самого была собака, которая не раз под капельницей даже лежала, вот из-за укуса клеща. И поэтому было решено, в довесок тому, что и я, Ирина Васильевна, очень любим домашних животных, разработать, попытаться разработать зоошампунь, который бы проявлял активность в отношении клещей. То есть обладал аккорицидным действием. Также, помимо этого, у нас, так как на рынке имеются аккорицидные зоошампуни, наша новинка заключалась в том, что мы добавили туда еще и композицию, которая отвечает за противомикробную активность. То есть у нас такая сложная комбинация активных веществ в данном шампуне, которая проявляет, по сути, два свойства. Это борьба с клещами и с микробными всевозможными инфекциями. Потому что те же самые лишаи, грибки, которые вызывают, дерматофитные грибки, вызывают эти заболевания, также встречаются и у кошек, и у собачек. Поэтому здесь такое комплексное действие у нас получилось. Этот шампунь был испытан и на моей собаке тоже, и на кошке моей дорогой жены. То есть, в принципе, он прошел уже и, можно сказать, полевые испытания. Ну, естественно, мы работали совместно и с микробиологами, которые помогали нам исследовать активность наших действующих веществ, и с ветеринарами, которые также изучали. То есть отличие вашего зоошампуня от всех представленных на рынке двойное действие? Да, по сути, аналогов на рынке нет ни в патентной литературе, ни где-либо. То есть дешевизна, какая-то специфичная формула тоже отличается или вот в этом? Ну, в первую очередь, именно в комплексном таком действии. Ну, из-за того, что у нас активные компоненты используются в невысоких концентрациях, то есть активная действующая концентрация низкая, то можно сказать, что он и недорогой. Что, в принципе, с дешевизной он также отличается. Плюс данная разработка получила поддержку у фонда содействия инновациям, был выигран грант на дальнейшую реализацию. Елена Владимировна, ваша тема, ваш патент? Мой патент посвящен присыпке, которая позволяет заживлять раны у животных. То есть обработка ран, то есть асептическая обработка для животных очень важна. То есть если человек еще может как-то обеспечить стерильность, то животным это довольно проблематично сделать. То есть нами был проанализирован ряд существующих на данный момент препаратов. И был создан наш препарат на основе одного довольно известного старого действующего компонента. Такого, возможно, слышали, как стриптоцит. Но за счет того, что были добавлены наши новые действующие вещества, опять же, так же, как и Семен Романович, в незначительном количестве, что тоже немаловажно, эта присыпка получила лучшую эффективность, чем имеющиеся на рынке действующие препараты. Опять же, по составу аналогов препаратов на рынке на данный момент нет. То есть таким образом получился первый патент. То есть животное получило рану, вы просто порошком присыпали, не перематывали, ничего, отпустили. Да, и отпустили. Ну, потому что перемотать, да, ну, то есть у животного защитить как-то вот открытую рану, это вообще достаточно проблематично. А здесь, ну, просто присыпали, там есть компонент, который впитывает также вот вместо той же вот повязки, которую обычно накладывают. То есть есть компонент, который впитывает выделение из раны, таким образом тоже ее позволяет очищать. Вот, ну, вот таким вот образом. Как интересно. Вы знаете, что меня вот удивляет в вашей лаборатории, и трогает, да, вот трогает, ну, вот какие-то вещи, которые, ну, буквально на глазах, да, вот есть. Это не… Я понимаю, что, скорее всего, в разработке самих препаратов там есть высокая химия. Но при применении этой высокой химии вот он, вот он бегает здесь, там, да, вот он ходит там, вот там. Это вот прямо из вот ближайшего круга, проявленного своего, вы берете проблему и решаете с помощью, подозревая высоких, в том числе, и химических, ну, технологий, там, вы говорили. Это все благодаря мозговому штурму и количеству идей. То есть здесь вот даже, что меня вдохновляет, количество идей, которые Ирина Васильевна может генерировать, разных проблем. И вот все эти мысли мы вот пытаемся реализовать и какой-то продукт уже на основе этого создать. Вот я этот вопрос задам тоже Ирине Васильевне по поводу ее любимого патента, но я все-таки попрошу о своей любимой теме поговорить, о Скориде. Я, общаясь с вами, узнал, ну, как бы я представлял о существовании такого паразита, но когда вы рассказали, как вы с ним смогли побороть его, то есть меня это просто восхитило, и я хочу, чтобы это узнали наши зрители. На самом деле есть большая проблема. Крупно-рогатый скот, и не только крупно-рогатый скот, и в том числе и человек, он часто заражается паразитами, которые живут внутри его организма, это черви, да? Я правильно же понимаю? И вывести их очень проблематично. Вот Ирина Васильевна придумала способ, как с этим бороться, как это произошло, что подтолкнуло вообще всю историю от начала до конца. Я не думаю, что всем понравится этот рассказ, но проблема такая существует. И, к сожалению, это круглые черви, которые по распространенности занимают первое место на планете. Африка поражена, в России тоже очень много, в Индии особенно. И животные, конечно, мои домашние животные часто болеют, я с этим сталкивалась. Мы разработали механизм перед тем, как создать лекарственный препарат. Мы во многие препараты добавляем искусственные, или, так сказать, аналоги синтетические. Это мембран, биомембран человека, животных. Они обладают способностью, так сказать, проникать в клетку за счет положительного заряда на фосфоре, а поскольку в бактериальной клетке внутри имеет отрицательный заряд, то есть есть момент вот такого движения. И методом лингмюровских монослоев, это мы сделали в Нижнем Новгороде с профессором Нин Борисовной Мельниковой, мы взяли живые мембраны, скажем так, не аналоги уже, а настоящие, и совместили с нашими мембранами. Это было лет 14 назад. И Нина Борисовна звонит и говорит, Ирина Васильевна, действительно, они работают, они побеждают лицетиновые мембраны. Я говорю, что происходит, дырки делают? Я говорю, здорово. На ком бы попробовать? И вот тогда я решила попробовать на аскоридах. А пусть они меня простят, что такой эксперимент, они тоже животные, они же не виноваты, что это их среда обитания человек или другое животное. И поэтому мы попробовали. Тогда обратились к ветеринарам, им идея. Минсагин Харул Шлутфулли нас поддержал, им эта идея понравилась. Все профессора купили нас пять человек, это фармацевты, которые изготавливают композицию, потом микробиолог, который изучает действия антибактериальные, по крайней мере, и химики, синтетики. Луиз Магданурн Юсупов, который как раз отвечал за один из компонентов этого препарата. Мы действительно попробовали на аскориде и действительно получили ишемические ткани, кутикулы, аскориды. Это решалось уже, консилиум целый был собран, из паразитологов, они тоже были удивлены. Действительно, нам удалось разрушить остов, вот этот вот кутикул аскориды. Хотя вы все знаете, что мы питаемся мясом, едим и сало, и различные виды мяса, и рыбу. Но мы не можем переварить ни одного вот такого вот паразита, как аскориду. А почему мы не можем переварить? А потому что они защищены очень хорошо. Они идут в слезевой такой ферментативной оболочке, которая не позволяет нашим ферментам достигнуть их тела. Понимаете? А вот то, что мы синтезировали, проходит спокойно. И я даже видела, как выходила аскорида, вернее, не процесс, сама мне принесли. И часть, мы наше вещество покрасили в красный цвет, чтобы видеть. И две трети, это был самец, мальчик, 17 сантиметров, так сказать, ну, если можно перевести на аскориду, мальчик, да? Вот. Он с крючком был. На некоторых мальчиков можно. Нет, нет, не надо, не надо. И, значит, часть красная была, она стала прозрачной, и она не шевелилась, она была парализована. А там, где еще не дошел наш порошок, она была красного цвета, видно было, но она шевелилась, она была, так сказать, еще не парализована и не отмерла. То есть, мы даже, нам удалось на стадии прохождения нашего лекарства увидеть наш результат. Ну, после этого мы занялись, придумали, так сказать, какой именно мы препарат будем. Исследовали несколько, выбрали наилучший по своему происхождению, прохождению, вернее, вот в саму мембрану паразита. Ну, и так у нас началось. И сейчас уже очень много патентов как раз по паразитарной инфекции. Чем отличается ваш препарат от того, как боролись с аскоридами до вас, и как будут бороться с вашей историей? Препаратов достаточно, хотя к ним тоже уже привыкание. Все старые, никаких новых, по крайней мере, по механизму действия, аналогов, конечно же, нет. Может быть, не всем нравится, что мы нарушаем кутикулу аскорида и проходят наши пищевые ферменты, и мы, конечно, начинаем ее частично переваривать. Может быть, это, так сказать, один из аспектов, где... Не хотел подробно разговаривать. Биологические подробности пропустим. Да, да, да. Но важно, что у нас очень низкая концентрация вещества, действующего в этой композиции. Буквально, когда мы это обсуждали и проводили испытания на животных и расширенные полевые испытания на коровах, на овцах, на быках, на птице, вы знаете, у нас зафиксировано было 4 миллиграмма на килограмм. Представляете, 4 миллиграмма. Таких аналогов вообще близко не существует, чтобы в таких концентрациях... Во-первых, мы не портим мясо, мы не портим окружающую среду, понимаете, потому что все мы вышли, народились, и все мы уйдем. Мы должны как можно меньше оставить после себя ненужных соединений. Я считаю, что каждый человек, который занимается синтезом, я это всегда говорю, мы должны отвечать как родители за каждую молекулу. Понимаете, не нанесет ли она вред? И способна ли она к саморазложению, к апоптозу, скажем так, даже в организме? Распадется ли она на запасные части, чтобы организм мог воспользоваться и дальше достроить то, что ему нужно? Это очень важно. И мы, когда создаем свои лекарства, мы всегда думаем, а во что они превратятся, и как они выйдут, и что они оставят после себя? И любому студенту говорю, вот синтезируешь, думай, что потом, что получишь? Я по ходу, когда мы с вами разговариваем, я начал разговор о принципах, с которых и как-то замялась. А вот сейчас я с вами общаюсь, и я эти принципы уже выписываю. Я уже, ну, сейчас я потом их перечислю, кстати, скажу, я ошибся или нет. Вот когда я спросил вас о других аналогах лекарств, я хочу понять механизм. То есть я механизм, как вы придумали борьбы с аскоридами, я понял, вы их прокалываете, по сути, да, к клетку? Дырку делаем, да, в кутикуле, да. Но с червями-паразитами боролись, ну, множество лет, да, есть лекарства. Чем они отличаются? По цене, по механизму воздействия от ваших. Ну, вы знаете, наша передача ведь не посвящена вот какому-то такому молекулярному разбору, да, механизму. Я просто скажу, что существует паралич, нематод, о нематодах говорим, да, сейчас мы об аскоридах. Существует или паралич, или отравление. И они, как правило, выходят целиком, но уже за счет паралича открепляются, они от стенки и выходят. По стоимости, это довольно-таки сейчас дорогие препараты. Сейчас все препараты дорогие. Ну, я бы рекомендовала, например, каждую весну или осень, тем более, если вы съездили в какие-то жаркие страны, пропивать не мозол. Раньше он был один из самых дешевых, извиняюсь, препаратов, но сейчас он стоит порядка 150-160 рублей, одна таблетка. Но я думаю, если бы мы свой запустили, было бы намного дешевле. Мы всегда ориентируемся помочь именно сельскохозяйственным животным. Но там идут концентрации, может быть, каких-то препаратов, антинематодоза, может быть, вплоть до 20 грамм, до 10 грамм. Представляете, какие концентрации? Ну, это и на мясе отражается. Так же, как антибиотикам кормят, и потом в мясе находят антибиотики, в молоке коровьим находят. Поэтому лекарственные препараты современные должны быть с очень низкими концентрациями. И при этом не быть ядами. Надо, прежде чем синтезировать соединение, первое, что мы делаем, Семен, да, Леночка, это мы проверяем токсичность. Если это высокотоксичное соединение, даже в низкий концентрация, мы его не используем. У нас обычно токсичность, вот фуроксанов соединения, вообще мини-токсичность, чем натрий-хлор, от 5 тысяч до 3 тысяч, миллиграмм на килограмм. Вот. А солифосфония, вот эти, как вы говорите, с длинными хвостами, да, длинные радикалы, они порядка 300-400-200. То есть, это третий класс опасности. Это не опасное соединение, мало токсичное. А мы еще берем вообще чуть-чуть, понимаете? Поэтому не загрязняет мясо и работает. Вот, когда я говорил, что я пытаюсь вычленить эти принципы, на которых строится ваша лаборатория, вот первое, это незначительное количество веществ в препарате. То есть, следовые там буквально, да, такие, которые для организма. Использование каких-то старых, ну, имеется в виду, старых добрых оснований, вот, как стриптоцит, например, да, который времен, начало до сих пор. Первая мировая война, да, конечно. В начале до сих пор был препарат, который, вот сейчас используется, добавляя какую-то современную интеллектуальную, синтезированную физическое, физическое активное вещество, правильно, биологическое активное вещество. И, третий принцип, который я уже нашел, это экологичность и не повреди, что называется. Не навреди. Не навреди, не навреди, плюс, как, сказали, что, чтобы даже любая молекула, распавшись, да, она могла послужить еще людям, да, распасться, а во-вторых, еще была использована организмами для своей работы. Пока вот эти три принципа, я еще до конца, я еще доберусь, доберусь еще. Желаю вам успеха. Так, вот у меня какой вопрос. Как вам приходит научная тема? Из жизни. Вот, я понимаю, что из жизни, кто это, на каких ногах приходит, там, на двух, на четырех, что они вам говорят, когда, чтобы вы бросили все дела и занялись вот этой темой, например, да, что нужно, какие кнопки вам надавить надо, чтобы вот вы бросили вкусную разработку по зоу-шампуню, да, бросили по присыпке, очень интересной. Ну, со скоридами уже Ирина Васильевна разобралась, вот, и тем не менее, когда вся группа говорит, ребята, вот это важно, мы сейчас все работаем вот здесь. Что нужно, какая должна быть тема для этого? Вот сейчас Семен работает, пропитка, да, Семен, с 18-го года, она так, кстати, нас зреет, для носков. Это же актуально. Носки из хлопка пропитаны антибактериальным противогрибковым составом, для солдат, например. Ну, сейчас это очень актуально. Вот, вот сейчас Семен этим занимается. Леночка, я думаю, следующее ее занятие будет, это кровоостанавливающие. Пульбараты. Нет, не препараты, а это будет, пока не могу сказать, основу. Ну, это пропитка будет, губки, скажем так, кровоостанавливающие, антибактериальные, тоже на раневой поверхности. Животных будем, но, в принципе, можно использовать. Вот следующее, что будет. Ну, Леночка, ты сама можешь рассказать, как мы пришли к идее вообще прицепку создать? Да, да, это очень важно. Как приходит идея в научно-исследовательской лаборатории Казанского федерального университета и ваш лабораторий? С чего это началось? Я поехала отдыхать, и что? Сломала руку, Леночка, да? Да. Леночка, расскажите, что там было дальше? Ну, и под гипсом возникало воспаление. Под гипсом возникает воспаление, то есть гипс зафиксированный, да, ну, и это воспаление каким-то образом надо было убрать. Да, нейтрализовать. И вот я на второй день, Леночка, помогу тебе, да? Все-таки со мной было. Да, да. И на второй день я не выдержала, понимаете, я не выдержала, я сняла, все у меня красное, и я попробовала с основными компонентами, но не до конца, так, кстати, доделанную эту. Прицепку я помазала. Вы знаете, у меня все прошло. И вообще на весь период, почти два месяца, я два раза посыпала, и никаких проблем. Вот я пришла, глаза горят, и мы буквально через три месяца опубликовали патент, и который также через три месяца вышел. Понимаете? Ну, скажите, вот, я, конечно, понимаю, что, ну, наверное, у вас ум по-другому устроен, да? Он уже... Да нет, так же, как у вас, абсолютно. ну, знание, их структурирование и поиск вот из ума. Вы снимаете, там, гипс, да? Да. Повязку. Как вам приходит в голову, что нужно взять именно стриптоцит? Что в него надо добавить? Или как это должно происходить? Дело в том, что я увидела и поняла, что это красные такие очаги, которые наверняка это стафилококк или стриптококк, который уже был в самом гипсе, понимаете? Вот у нас идея сейчас рождается на ваших глазах создать гипс антибактериальный, понимаете? сделать антибактериальный гипс. Да, Лена? Да. Ну, вообще изначально идея как возникает... Потому что у всех, кто одевает гипс, все с этим сталкиваются, что начинается такое, да, грибковое, стафилококковое поражение, и я предполагаю, что это от гипса зависит. Вот посыпали же, помазали, и все прошло. И тут же сделали патент. То есть рождается из жизни. А что вы... А что попробовать, откуда возникает эта идея? Ну, то есть у нас есть определенные вещества, с которыми мы работаем, да, и эти вещества мы изучаем на биологическую, активную, да, противогрибковую, антимикробную. И в этой серии веществ, с которыми мы работаем, ну, мы получаем определенные результаты. И вот уже из тех веществ, с которыми, опять же, мы из них выбираем лучшие, и уже на их основе создаем присыпку. То есть не просто так, ну, то есть неизвестно, какое это вещество, да, то есть это огромный труд, то есть выбрать, синтезировать вещества. Мы создаем, Лена, несколько присыпок и смотрим, который из них лучше работает. Ну, все равно там какая-то интуиция, что вам подсказывает в этом момент? Рука не болит, что нам подсказывает. Посыпали, действительно, и прошло. Это же, знаете, значит, спать можешь, значит, уже легче, можешь работать, даже в гипсе. А когда там чешется, это вообще невозможно ничего делать. А вот вы уже упомянули здесь про бактерицидные мази, которые можно использовать для носков, там, да? Это не мазь. Семен, вот Семен расскажет. Это пропитка, да. Актуальности пропитки в 18-м году особо не было, да? Вот что случилось? Нет, была. Зачем была? То есть это не обязательно в каких-то, там, для солдат, это же может быть для путешественников, да? То есть большое количество людей любят надолго в пешие походы ходить. Здесь тоже важна, да, гигиена ног, чтобы ноги были защищены от всевозможных инфекций, в том числе грибковых. Поэтому это на самом деле актуальная тема. Ну, вот у нас сейчас почти, ну, скоро будет миллион путешественников, да, таких, ну, в кирзовых сапогах, знаете, там, как бы, которым, возможно, все очень сильно понадобится. Вот. Я поэтому говорю, что она стала актуальным. Ну, да, да, в этом плане, конечно. Интерес, почувствовали, вот, с внешней стороны, что к вашим этим разработкам, что, ребята, ну, действительно, надо для фронта, для победы, там, условно говоря. Вот такие разговоры уже ходят, что, что вот это нам нужно для того, чтобы, ну, вот для армии, для того, чтобы там... Ну, так как это сейчас находится на стадии, на разработочной стадии, сейчас мы уточняем противомикробную активность, уточняем токсичность, поэтому мы каких-то сами контактов не ищем, да, дополнительных. Но я думаю, как только мы наш продукт доведем до ума, все стоящие сейчас вопросы закроем, недостающие исследования проведем, то, конечно же, будет интерес к этой разработке. К чему я говорю? Я в условиях, ну, ну, давайте говорить прямо войны, да, а обычно вот эти вот все очень важные мирные жизни, испытания, там, клинические, ну, как-то это все быстро-быстро работает, и туда, там, люди умирают. Люди умирают вот там в таком промышленном масштабе, да. И из всего, что мы сейчас говорили, включая присыпку, да, это же... она же не только на собаку можно присыпать, да, я понимаю, подозреваю. Вот там, те, кто там реально сейчас умирает, им все равно, прошло это испытание или нет, да. Если оно помогает сейчас вот здесь, и тебя это вытащит, ну, или как минимум, какая-то... Ну, то есть, мне кажется, эти нормы, которые были очень жесткие, медицинские, когда переход от животных к человеку, вот на таком уровне должны снижаться. Вы уже чувствуете этот процесс? Нет, я хочу вас поправить. Нормы никогда не будут снижаться. Неважно, в каком состоянии находятся и военные действия, все... Есть законодательная база. Да, требования. Почему мы работаем с животными? Понимаете? Потому что мы не можем работать с людьми. Это будет еще затянется неимоверно сколько. У нас нет таких возможностей. У нас нет возможности реализовать. У нас нет возможности продать свои патенты. Понимаете? Мы ученые, мы создаем. А вот заниматься тем, чем мы не можем, мы не занимаемся. Понимаете? Это должен кто-то проявить интерес. Вот спасибо вашей передаче. Может быть, кто-то посмотрит и скажет, может, нам зайти к этим ребятам. Может, мы им поможем что-то, наладить какое-то производство. Пока мы испытываем и проходим клинику, доклинику всех ветеринарных препаратов, своих составов, свои мы изготавливаем из соединений, которые имеют рентген. То есть точно установлена структура. Но это все для животных. Поэтому вот так переносить можно. Ну, можно, наверное, вы правы, но это нужно опять дополнительные испытания на людях. И, конечно же, никто никогда не примет на вооружение или еще когда-то. Но стремиться к этому надо. И, может, мы надеемся, что ваша передача нам поможет. Вот когда я разговариваю, ну, не с вами, а с фармакологами нашими, да, химиками, разговоры, в передаче, да, все чинно, все, все вот, требования, вот установки, вот. Но когда я разговариваю уже по душам, они говорят, что, вы знаете, а сами-то мы пьем. Сами-то это мы пьем, мы же знаем, что там все. И вот помогает, действительно. Семен, тебе не доводилось самому споласкаться своим шампунем? Ну, нет, конечно, я его опробовал и на человеческих волосах уж не буду грехотеть, так сказать. То есть я за, во-первых, он был создан мной собственноручно, я знаю, какие там компоненты, в каком количестве, знаю все об их токсичности, поэтому мне не страшно. Вот. Иной раз даже там покупное шампунь смотришь в состав и думаешь, да, оно мне надо вообще. А на что бы вы обратили внимание, когда человеку, который покупает шампунь, если он увидел что-то, сказал, что нет, нет, нам это не надо. Нет, ну на самом деле тоже очень обширная тема, но вот когда мы даже пытались, казалось бы, для животных создать шампунь, мы старались использовать компоненты, которые не раздражали бы кожу. То есть мы старались использовать поверхностно-активные вещества бессульфатные. То есть сейчас извиняюсь, что лаурил, лаурет-сульфат натрия часто применяются в шампунях. К сожалению, это поверхностно-активное вещество, оно имеет высокий уровень, ну оно способно раздражать кожу. Поэтому у нас цель была создать бессульфатный шампунь. То есть в первую очередь на это, конечно же, обращаешь внимание. Лена, а вы продукты своей лаборатории как-то на себе использовали? В косметических целях? Ну, присыпку же. Ну, присыпку самоскую, а другое что-то, например? В косметических целях нет, не доводи. Возможно, что-то там какие-то. Вот Ирина Васильевна точно использовала, наверное. И наверняка, я потом что-то знаю, все профессора со стажем вот в этой сфере, там, когда вы описывали, как вас ковидами занимались, так вот собиралось там 6-7 профессоров, таскали свинок, да, держали у себя дома, смотрели за ними. Мне всегда это напоминают такие старые фильмы про ученых 60-х годов, 70-х годов. Вот примерно эта атмосфера. Я эту атмосферу хочу на самом деле она у вас есть в вашей лаборатории. Когда ты приходишь, это ощущение вот такой живой науки с таким с классическим, причем не классическим, там, лобачевской эпохи, да, вот с классической эпохи 60-х, 70-х. Это присутствие при современном оборудовании, вот, ну, вот это вот такое вот взаимодействие внутреннее, вот мне очень нравится. Я тоже хочу, чтобы это как-то зрители наши почувствовали от наших разговоров. Да, ну, здесь можно я добавлю, не стоит думать, что мы безответственно как-то относимся к технике безопасности, да, то есть, и здесь речь идет уже о готовом каком-то продукте, который прошел, ну, все возможные испытания. То есть, свежесинтезированные соединения, да, не то, что там пробовать или на себе использовать, его желательно даже не нюхать и, как бы, работать под тягой. То есть, здесь все у нас с этим строго, мы... Это хорошо, наши зрители могли бы не поднять, да. Ну, вот, вот, поэтому это важно, это важно. И студенты, конечно, мы все соблюдаем технику безопасности. Есть такое спорное, но, на мой взгляд, оно ближе к истине выражение. Не люди выбирают место, а место выбирают людей. Расскажите, как вы попали в эту лабораторию? Какая сила, какие ваши ножки привела к Ирине Васильевне? И почему вам там хорошо? Так, ну, я, наверное, да, начну. Ну, мне посчастливилось познакомиться с Ириной Васильевной еще в 11 классе. Так сложилось, что мой отец врач, и он познакомился с Ириной Васильевной как раз-таки, когда там проходила операция мамы Ириной Васильевны. И слово за слово они пришли к тому, что папа рассказал, что я очень увлекаюсь химией, а Ирина Васильевна, получается, была сотрудницей химического института, профессором, доктором наук. Папа такую фразу сказал, что он у нас ненормальный, у нас в семье все врачи, все медики, а этот химиком стал. Ну, вот благодаря этому случаю в 11 классе, мы приехали, я помню, как сегодня, в химический институт, мне Ирина Васильевна провела экскурсию, показала свою лабораторию. И тут вот как раз-таки вспоминаю ваш вопрос, откуда все эти идеи рождаются, меня тогда очень поразило, Ирина Васильевна какую-то тему сейчас уже, не помню, обсуждали, и Ирина Васильевна сказала, а, вот ночью мне это приснилось во сне, вот попробую сделать. Я думаю, вот это то место, где я хочу быть, где я хочу в будущем работать, и вот так мне повезло, так сложились обстоятельства, что в химическом институте, на этой кафедре, в этой лаборатории, я, можно сказать, со школьной скамьи, и вот в прошлом, в этом году, в мае, нет, в прошлом году защитил кандидатскую, и сейчас работаем, то есть столько времени вот в одном месте, и, ну, случай, как это еще назвать. Лена, как у вас? Ну, я в химический институт попала, сама тоже еще со школы, единственное, у меня был другой руководитель, к нему меня учительница школьная привела, за ручку практически сказала, что-нибудь сделайте с этой девочкой, да, ей очень интересно химия, то есть я со школы занимаюсь химией, но когда моего руководителя, непосредственно Курамшина, Арка Искандовича, тоже довольно значимая личность, потому что, я думаю, многие знают Аркашу. Вот, его не стало, то есть у меня, в принципе, сомнений не было, куда я хочу, в какую лабораторию я хочу присоединиться, и, то есть, наш нынешний завкафедр, завкафедр, ну, там, предлагал какие-то другие варианты, но я сказала, что я хочу в группу Коренева Васильевна. Вот вы когда сказали про то, что ваш школьный учитель привел вас в институт химии университетский, университета Казанского нашего, да, и на самом деле это очень удивительная история, я не знаю, как работают другие институты, но вот в институт химии талантливых детей по всей Казани, условно говоря, учителя казанских школ знают учителей, преподавателей высшей школы химии, какие-то контакты поддерживают, раз они видят там талантливого ученика, который тянется к химии, они берут за руку и ведут туда, то есть знают, куда везти, понимаете? Это удивительно, что Казанская школа и химические институты и школы, они как-то взаимодействуют. Я не знаю, есть ли это работа ли в других институтах, но вот это вот интересный такой момент. Очень, да, то есть у нас мы активно, там на кафедре физической химии активно ведут работу с олимпиадниками по химии, то есть там они подготавливают к олимпиадам. На нашей кафедре мы ведем, занимаемся проектной деятельностью со школьниками, то есть готовим какие-то научно-исследовательские проекты. Поэтому вот такая тесная работа преподавателей университетов со школьниками, она вот и приносит эти плоды, что ребята поступают к нам и продолжают уже свою научно-исследовательскую деятельность в другом масштабе. Понимаете, нам не нужны случайные ребята. Мы ищем своих ребят, ищем еще со школы, потому что профессия наша непрестижная, денег много не получше, да, это не нефтяник там, это не айтишник какой-то, но в каждом классе всегда есть какие-то вот такие, я бы сказала, дети, которые необыкновенно интересуются химией. И вот этих детей надо найти. Это часто дети из простых семей, понимаете, посмотрели какой-то фильм или почитали какую-то книгу, у них зародились идеи. То есть дети, которые умеют фантазировать и не только головой, но и руками, понимаете. Им хочется все переложить на вот такие тактильные, что ли, почувствовать себя в химии. И важно, чтобы они нашли путь к нам. Понимаете. Ну вот проектная вот эта, «Сириус Лето» сейчас компания, которая позволяет школьникам прийти и попробовать руками что-то сделать в рамках лаборатории. Да, именно руками, руками. То есть в школах, как правило, не все благополучно с оснащением, да, то есть здесь они приходят к нам, опять же, они могут почувствовать дух лаборатории, они могут попробовать сделать часть работы, которую делаем мы, делают студенты. Как раз ли она этим занимается. Да, я просто работаю со школьниками в том числе. Она сама такая, да? И вот с такими же ребятами с большим удовольствием работаю. И проектная деятельность, и подготовка к ЕГЭ. Опять же, для того, чтобы поступили, они потом могли поступить к нам, потому что, ну, часто химию готовят еще, потому что хотят они поступить в МЕД. Но Семен, на самом деле, насколько я знаю, не единственный такой. То есть у меня есть девочка знакомая, у нас учится сейчас на первом курсе. Она в прошлом году поступала, она сначала поступила в МЕД, год проучилась, сказала, нет, я хочу на химфак. Родители тоже медики. Так что, Ирина Васильевна, надо ее забрать к нам в лабораторию. У нас был даже такой случай, я к СССР читала на ТАТФАКе, и, значит, ко мне подходили ребята и говорили, а как к вам поступить? Я говорю, ну, вы же вообще не химики. И был случай, одна девочка закончила ТАТФАК, поступила на химфак. Да. Ну, вот бывает. А вот скажите, к вам приходят молодые люди с горящими глазами, да, с идеями. Бывает такое? Бывает. А были случаи, когда вам сказали, нет, мы это делать не будем? Ну, нет, идеи надо же оценить. Обычно я говорю, да. Ну, я понимаю, я понимаю. Надо попытаться. Вы знаете, у ребят бывают очень интересные идеи. Знаете, очень заразительные. Ну, бывают пугающие идеи, условно. Да нет, напугать нельзя меня. Кто меня напугает? Нет, я сама могу напугать. Вот. Но бывают очень толковые. Нет, нельзя говорить. Надо всегда говорить «да». И пытаться. Возможно, что это с этическими какими-то вещами, с пониманием, что это научный тупик, например, или нет, не сталкивались с такой ситуацией. Нет, не сталкивались. Ну, тупик. Вы знаете, любой тупик – это только, так сказать, а за тупиком путь. Плюс, конечно же, все равно даже, да, если ты видишь, что, скорее всего, не получится, там, студенту важно свои шишки набить, свой опыт получить. Конечно, конечно. А вы знаете, часто вот Владимир Иванович Галкин часто удивлялся, говорит, вот всем известно, что это не получится, а вы взяли и сделали, и еще доказали рентгеном. То есть часто, когда все считают, что это невозможно, потому что невозможно по каким-то конкретным причинам, физическим, там, химическим, ребенок начинает делать, и, понимаете, и получается, и совсем не так, как предполагали. Нет, останавливаться нельзя. Надо идти и проверять. А можешь вспомнить такой пример? Такой яркий, чтобы событие, когда… Нельзя это сделать, а вы раз и сделали. Да. Мы пытались работать, создавать комплексы гадолиния, и почему-то решили, что гадолиниевый комплекс, это, так сказать, помогает усиливать контрастность, приведение в вену, контрастность почек. Но мы не учли и того, что это обязательно гадолиния должен быть связан непосредственно на азот. А гадолиния что это еще раз? Это элементы с таблицами Менделеева, да. Которые окрашивают… Нет, он ничего не окрашивает. Это как металл, который может образовывать комплексы. А, все, понял. Да. Ну, что интересно, нам не удалось получить того, что мы хотели. Мне сразу сказали, специалист, который в этой области разбирается, много лет работает, говорит, нет, Ирина, ты что, он же у вас на кислород. Мы получили рентген. Посмотрели, боже мой, по 6 год каждый гадолиния содержит. Зато получили полимер, пластмассу, который деградирует под действием ультрафиолета. Буквально за один сезон, совершенно неожиданный результат, происходит декарбоксилированная и дегидратация. Исчезает. Полимер, который исчезает. То есть полиэтиленовые пакеты, которые сейчас выкидывают? Ну, не полиэтиленовые, вряд ли. Тут, наверное, какое-нибудь другое будет использование. Пока не знаем. Пока не знаем. Ну, вот натолкнулись такое. Искали одно. Оказалось, что это вообще не может быть, не получится. Видите, а пришли к совершенно другому. Как о вас узнают? И кто к вам приходит? Вот когда, я же понимаю, вы занимаетесь ветеринарными вещами, очень часто работаете непосредственно с фермерами, с ветеринарами. Нет. С фермерами мы не работаем. Мы работаем с кафедрой паразитологии ветеринарного института Казанского академии. И студенты каждый год по весне берут наши препараты и выходят на поля, на животных. Когда уже препарат, так сказать, они изучают в лаборатории, изучили, вернее, препарат. Они даже делают клинику, доклинику для диссертации, по крайней мере, вот по аскоридам. Это все уже проверено на животных многократно. И вот они непосредственно работают с животными. Это, так сказать, курсовые, дипломные работы. И они проверяют и дают нам статистику, данные для того, чтобы написать патент. А мы работаем только с заведующим кафедрой, ну и с сотрудниками некоторыми. То есть прямого взаимодействия науки и села у вас как бы не происходит? Нет. У нас есть заключение, акты экспертизы, хозяйств Татарстана, которые применили наши лекарства. Мы по весне всегда синтезируем очень много лекарства, чтобы они новые, стараемся что-то дать. На курах, на птицах, на индейках. И нам нет надобности, нас туда и никто не пустит. Единственное, мы тогда купили, когда вот аскорид, это первый был опыт, потому что ветеринарии сказали, мы вам животных не дадим, мы вам ничего не дадим. Если хотите, мы можем вас обеспечить квалифицированным, так сказать, смотрением за этими животными. Пригляд будет квалифицированный. Мы купили сами, все профессора купили, я уже говорила, по свинке. Кормили мы их тоже сами, купили корм для них. И вот, единственное, что они забирали для результата, так сказать, то, чем ходят животные, да, после того, как давали наш препарат, систематически брали кровь, смотрели, как это отражается, изучали токсичность, вот. То есть, это единственный был случай, где мы были к животным допущены. Но после этого ветеринарам нас поверили, и уже тогда они давали своих животных, свой вивари предоставили. Ну, а знакомство происходило так, что мы сами купили животное. Какие еще запоминающиеся истории вот с лечением, с каким-то изобретением лекарств для животных? Можете сейчас вспомнить. Что значит интересное? А, ну вот был, не так давно. Здесь нет, у нас есть еще в группе один сотрудник, который занимался быками, и один раз к нам позвонили, говорят, ой, у нас такая трагедия, нет ли у вас какого-нибудь соединения для того, чтобы остановить кровавый, как это сказать? Выделение. Ну, это не выделение кровавое. Ну, в общем, моча с примесями крови. А бык, вы знаете, он тонну весит, как к нему подойти, как что, просто видят, что кровь. И вот тогда этого исследователя зовут Хасан Хаяров. Вот, мы долго с ним думали, какое соединение будет максимально безопасно и подействовать на быка. И вот синтезировали, он синтезировал, Хасан сам, целый стакан большой, ну, там, в этом большом стакане, он как пух, где-то грамм 20 было, но прекратился. Вот такой интересный случай у нас было. Кровавое выделение, как вы говорите. Моча стала, пришла в норму, по своему лекистарному составу, по чистоте своей, по плотности, по цвету. Все стало нормально. Вот такой был интересный случай. Я помню, вы мне как-то рассказывали о том, как сжалось ваше сердце перед бедными молодыми телятами и коровами в природах. Вот расскажите эту историю. Да, совершенно верно. Это давно было. Это было недавно вот с быком, а это было очень давно. Дело в том, что, когда коровы входят в состояние родов в присутствии днем, так сказать, ветеринаров, это все одно. Но когда корова рожает ночью, помочь некому, и часто очень теленок падает в испражнение и попадает в глазки, и слепнут. Это как раз первый раз, когда мы создали глазные капли, ветеринары сами обратились и сказали, вот вы знаете, нет никаких хороших капель, чтобы промывать глаза новорожденным телятам. Да, тогда мы с ними очень увлеклись. Мы создали глазные капли, мы создали мазь от мастита противовоспалительную и создали суппозитории большие, десятиграммовые. Это как раз для коров, у которых происходили роды неблагоприятные по каким-то обстоятельствам, и возникало воспаление. И вот тут еще приняла активное участие завкафедры фармации медуниверситета Егора Светлана Николаевна, она предложила, это ее была целиком идея, говорит, Инна Васильевна, давайте сделаем суппозиторию самовспенивающейся. Ой, Света, как здорово! Это, в общем-то, все там очень просто, кислота и сода в определенных количествах. Вот. И ветеринары сами говорили, это что-то, говорит, выделения были, гнойные, кровавые. И вот после того, как мы десятиграммовые суппозитории запускали, на утро она вставала, у нее такая, знаете, борода была, потому что все там внутри смазывало, и наружу выходило, и кожные покровы оказались очень чистыми, розовыми. Тоже был такой, это, по-моему, тринадцатый год где-то, да. Откуда у вас такая любовь к животным? Ну, потому что мы сами животные. Понимаете, это наши братья. Ну, вот у меня кот Ванюша, необыкновенный, дети принесли его из помойки, глаз у него порван был. Он ел все подряд, знаете, капусту дашь, картошку, все ел подряд. Вот сейчас, конечно, разборчивый, большой уже, и глаз у него, он совершенно был разодран. Сейчас почти он даже, начинает прошло шесть лет, и почти даже бельмо у него проходит. Вот для кота я создавала мази глазные, создавала капли глазные. Я думаю, Семен тоже, мы его собаку изучали, вернее, шампунь, когда изучали на его собаке, она через некоторое время умерла, ведь Семен, да? Ну, она от старости, от старости, от старости, естественно, от старости. Ну, да, то есть... Семен очень горевал. Я думаю, вы все, вы всю свою жизнь отплакиваете Муму, таким образом. А-а-а, может быть. Только надо это рассказать, эту историю, тогда, чтобы понять, наверное, было. Ой, ну это же может кому-то тоже травму нанести. Почему? Это не может травму нанести. Ну вот, когда я была маленькая, когда я только научилась читать, в школе, наверное, первый, второй класс, не помню, я прочитала Муму, мама вспоминала всегда, я залезла под стол, и никто меня оттуда не мог вытащить. Ну, Тургенева я люблю, конечно, но вот за Муму я его тогда ненавидела. Ну, как это можно? Маленькому ребенку? Это ужасно. И вот, мне кажется, вся ваша жизнь, потому что научно, это отплакивание того самого Муму. Может быть, вполне, потому что я не забываю ни на секунду об этом, постоянно я думаю об этом. И я своим детям говорила, не читайте Муму. Нет, Муму. В школьной программе, к сожалению, во втором классе у меня дочка тоже пока. Да? Ну, с Муму. До сих пор, а во втором классе. Будущий ветеринар, скорее всего. Нет, у меня такое было настроение. Судя по нынешнему. Это ужасно, и она так осталась на всю жизнь. Вы знаете, если бы этой книжки не было, ваши бы коровы не ходили с этой бородой, и сколько бы телят погибло бы страшной смертью, когда ослепшие их сразу забивают. Да, их сразу забивают тогда, понимаете? А так можно продолжить им существование. Да, и масса, масса открытий в виде патентов, которые за вашей лаборатории числятся, и за вами лично. Они все родом из-под того стола, из маленькой девочки, которая прочитала Му-Му. Может быть. И ревела, ревела, ревела. Вот так вот она жизнь настроена. Ну, тогда был еще один страшный случай. Я возвращалась из школы, как сейчас помню, у меня красный ранец был, и я увидела, как футбол кошкой играют парни взрослые. Я помню, как я набросилась и закрыла эту кошку. Потом принесла домой. Дня три, наверное, кровь из нее шла. Но ничего, она выжила. А у вас это в ваших руках все выживались. Ну, не знаю. То есть случаи были. Наверное, вы правы, что это из детства. Мне кажется, ребята тоже могли бы рассказать такую историю. Конечно. Но им, мне кажется, надо еще лет через 20 чувствовать будут просто физически, как это одна связная линия через них проходит. Я хочу узнать о ваших ближайших планах. Возможно, мы у них уже сказали, но я в данном случае хочу от ваших питомцев, кинцов вашего гнезда. Да, вы узнаете. Чем сейчас планируете заниматься? Семен, Елена. Так, ну вот, как сказал Елена Васильевна, да, у нас сейчас в планах это докончить с пропиткой. Она уже долго стоит. Ее час настал. Сейчас испытания проведем последние. Посмотрим, как меняется активность в зависимости от концентрации. И вот постараемся на ее основе уже какой-то финальный продукт создать. И второе направление мы сейчас занялись. Есть попытки по снижению токсичности пестицидов. То есть, Ирина Васильевна заказала в Китае большой ряд современных пестицидов, которые в сельском хозяйстве принимаются. Вот мы хотим добавлять туда наше соединение с целью именно снижения их токсичности и, возможно, увеличением их эффективности. Вот план ближайший ПК такой. Гарантиозный план. Да, это, конечно, не одного года работы, но, надеюсь, у нас все получится. Гилина. А у нас, вот тоже Ирина Васильевна уже упомянула, гемостатические губки. То есть, они кровоостанавливающие и они антибактериальные для лучшего заживления ран. То есть, тоже, соответственно, новая. Неужели какие-то такие препараты не приходили, которые к вам за такими темами? Они же, ну, это же не какое-то сложное лекарство, которое надо какую-то безумную клинику проходить, там, двух-трехлетнюю, пятилетнюю, с миллиардами рублей, чтобы вот эти губки. Неужели вот это так сложно, чтобы запустить производство? Очень востребованы сейчас условия, тем более, начавшиеся события, да, идущие. Или будем надеяться, скажем, да? Будем надеяться, да? Что нам остается? Ну, на самом деле, это непросто. Даже вот если взять, казалось бы, зоокосметик, да, зоошампунь, но стоит, обязательно сертификации он не подлежит. Но как только мы туда добавляем какой-нибудь активный компонент, да даже хлоргексидин, всем известный, да, этот зоошампунь нужно обязательно регистрировать, лицензировать, а для этого нужно лицензированное производство. Вот, то есть, казалось бы, обычный зоошампунь, да, зоокосметика, ничего сложного, но вот этот вот путь проделать крайне сложно, чтобы достичь и, так скажем, попасть на полки к сетям. Вообще, это очень сложный путь. Это жизнь надо отдать из-за одного какого-то препарата. Естественно. Нет, мы будем заниматься своим. А может, кто-нибудь потом заинтересуется. Мы будем создавать. Пока у нас идеи, есть идеи, есть возможности, мы будем создавать, потому что осилить все невозможно. Даже мой руководитель, Аркадий Николаевич Пудовик, за всю свою жизнь один препарат, вот демифосфон. Вот, больше ничего не смог. А уж у Аркадия Николаевича такие были связи, вы не представляете. Нет, это не может делать один и тот же человек, одна и та же группа. Давайте мы будем своим заниматься. А интерес придет, возьмут и сделают. Время, наша программа подошла к концу. Я хочу еще раз поблагодарить наших гостей, представить их. Это доктор химических наук, профессор, Галкина Ирина Васильевна, лидер, идейный вдохновитель лаборатории синтетических, физиологических активных веществ. и ее коллеги, сотрудники, это Семен Романович Романов, кандидат наук, старший преподаватель кафедры высокомолекулярных и элементно-органических соединений Казанского института имени Бутлерова, химического, и ассистент той же кафедры Елена Владимировна Колпакова. Я, журналист Рустам Вафин, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok